друзья всем привет с вами канал хочу на море и в этом видео мы отправляемся в путешествие своим ходом в израиль конкретно в тель-авив а там дальше посмотрим мы решили это дело осуществить купили билеты из шар-мальшейха в тель-авив и обратно до шар-мальшейха решили добраться на автобусах едим в каир приперлись чего-то за целый час до отправления автобуса надеюсь он не отменен стоимость билетов кстати туда и обратно для нас обошлась 350 у и авиакомпании israel как я уже сказал что в шар-мальшейх мы отправляемся на автобусах для этого тоже купили билеты хургада каир автобус бизнес элит с широкими мягкими удобными сидениями с каира на шар-мальшейх автобус супер гоу обычный стоимость примерно обоих автобусов в районе 40 долларов поэтому если вам интересно оставайтесь с нами подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии ну а мы начинаем элит бизнес класс вот такой автобус у нас на поездку с хургады в каир очень удобный автобус экранчик есть можете смотреть фильм откидывается спинки спать очень классно у меня вообще подножечко есть под ноги место вот здесь нужно быть неплохо и вот мы приехали в этот каир на автостанцию тахрир отсюда же будет отправляться на шарм автобус в 7 часов у нас а сейчас у нас сколько часов около пяти ну нормально вот офис гаубаса где можно посидеть выпить кофе и т.д. и т.п. вот примерно так а вот это с 18 века тут записался такой товарищ бежит но шикарный шикарный я думал только в луксоре такие оказывается и в каире такие есть ну как 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 обычно вот так вот это у нас вечерний каир в районе автостанции тахрир так она называется гаубас тахрир вот здесь рядом нил рядом с этой автостанции египетский музей до пирамид конечно далековато примерно на машине около 20 километров и тут господа хаос автостанция вот это о это просто шедевр это просто нечто такой грязной автостанции я еще не ну даже в советском союзе не видел до такой шмон стоит такой ужас а туалеты какие там это как короче полный сесть там нормально и посидеть вообще и негде и в общем жесть мы там так и не смогли где-то присесть два часа разбежка между автобусами и мы не можем ничего где-то скоротать время самому офисе ну да вот тут где-то нил протекает скоро будем идти на посадку а вот если вы приезжаете на эту автостанцию то вот через дорогу вот там вот куда я пальцем показываю там идет посадка на автобусы гол бас не где-то там как в хургаде проход через автостанцию а вообще бог знает через дорогу короче где-то в общем дорогу еще надо умудрить о это вообще квест хургада отдыхает как здесь переходить друзья и мы в шарме приехали еще затемно сейчас у нас 7 часов утра вот это вот автостанция шар мальшейха гоу бас если вы вдруг решите поехать на автобусе из каира или из хургады через каир то приедете вы вот сюда и вот площадка на которую приходят автобусы довольно таки далеко кстати до аэропорта отсюда мы будем отправляться в аэропорт на такси в шарме работает из таких приложений более-менее известных это in drive но автостанция более-менее относительно относительно чистое относительно конечно вот даже что-то подметают иногда мыть-то не моют конечно я думаю может моют иногда вот так вот у нас некоторые залипают в телефонах всем доброе утро и тебе тоже да друзья вот прямо возле автобусной станции шарма шарме есть и магазинчики и кафешки если у вас долгая примеру стыковка после самолета можно посидеть они там и дальше есть вон где желтый автобус стоит и вот голбас station сама короче все тут рядом все в шаговой доступности и вот друзья мы едем в аэропорт шарме шейха едем радуемся что скоро вылетим и не знаем еще что нас там ожидает друзья всем привет не знаю какой раз я с вами здороваюсь но короче мы находимся в израиле в городе эйлат мечта моя сбылась и короче это все так закручено это в общем мы собирались на автобусе приехать в шарм-эль-шейх и из шарм-эль-шейха вылететь в тель-авив на самолете были куплены билеты туда и назад вот и мы уже прибыли в аэропорт шарма шейха прошли проверки и как вы думаете египтяне не пустили нас самолета вот так просто а почему а потому что они придумали новый закон что те кто не влетал Шарм-эль-Шейх не могут из него вылетать в Израиль. Если бы мы прилетели в Шарм-эль-Шейх, то в Израиль из Шарм-эль-Шейха мы могли бы вылететь. А так как мы прилетели в Хургаду, то мы не можем вылететь из Шарм-эль-Шейха. В общем, билеты пропали. И вот теперь мы созерцаем панораму Эйлата. А это значит то, что мы перешли границу по сухопутному пути через Табу. Пришлось быстро искать такси. Мы и еще два человека из таких же, которых не пустили на этот рейс в складчину просто на такси за 130 долларов за машину. Мы приехали сюда на сухопутную границу и здесь мы ее перешли. Билет на самолет Шарм-эль-Шейх в Тель-Авив, конечно, уже все, он невозвратный. Сим-карту в Эйлате можно купить свободно, легко. Вот в таких магазинчиках, где продаются разные телефоны, стоит примерно 20 долларов, 20 гигабайт и тысяча минут разговора. Активируется сразу и мы с интернетом. Вот такое вот приключение, которое стоило нервов и так далее и тому подобное. Границу мы проходили с беседой. Какое-то время я даже думал, что нас завернут, но не завернули. Наличие приглашения, правда не очень мудреного, но приглашение сделало, видимо, свое дело в какой-то степени. В общем, на границе с Израилем ожидать можно всего чего угодно. После того, как нам у нас проверили паспорта, мы ждали где-то минут 5, вышел человек, задал вопрос, вы говорите по-английски? В общем, так, либо мы беседуем с вами по-английски, либо вы отправляетесь назад в Египет. Жесткий просто ультиматум был поставлен. Думаем, хорошо, попробуем во всяком случае поговорить. В общем, беседа прошла нормально, более-менее. Итогом стало наше посещение Израиля. Вот, обратный билет на самолет, надеюсь, не пропал. Как нам сказали в Египте, на обратный путь у нас проблем особых не должно возникнуть. Хочется верить, конечно. Вот, так что, вот примерно такая у нас история произошла. Еще раз любуйтесь панорамой вечернего Эйлата. А мы продолжаем еще свое путешествие, потому что куплены билеты на автобус до Тель-Авива. Ну, как тебе Эйлат? Я так мечтала, вообще видела только в интернете. Мне так он нравился, я смотрела его не один раз. И я сейчас здесь, я вообще в восторге. Я такая довольная рада, несмотря ни на что. Да, но если бы мы на самолет сели, мы бы сюда не попали. Значит, так надо было. Такой путь тяжелый проделать. И нервный, очень. Да, ну нормально, ничего страшного. Все хорошо. И вот, друзья, мы приближаемся к набережной. Здесь все так классно подсвечивается, да? Так красиво. Красиво. Мы идем на набережную, там очень красиво. Должно быть, в теории. Мы здесь никогда не были. Гостиница Леонардо Плаза. Какой-то рынок, который подсвечивается, как новогодний огонь. Огоньки новогодние. Да, тут прикольно. Вроде продается всякая мелочь, всякая мелочевка. Ну, очень так по-праздничному продается. Да. По-праздничному все. По-праздничному все. Сколько людей? Какая движуха. Движуха, подсветочки. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кто рискнет на таком аттракционе прокатиться Я бы рискнул Но здесь он, наверное, не дешевый, скажем так Как тебе, Таиса Василюна? Балдею вообще Балдеешь? Мне так нравится, такая атмосферка Да, вечером здесь, конечно, гораздо лучше, чем днем Балдею! Балдею! Помпезные отели и лата Конечно У меня не хватает глаз, что-то Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...